Привет, YouTube, Максим Густарев на связи, формат лекций снова в деле, и я, наконец-то, записываю это долгожданное видео цветокоррекции. Сегодня у нас будет полноценный гайд о схлопывании цветовых оттенков через цветовое пространство LAB. Что это? Давайте распакуем. Ммм, серебряная кнопочка. За 100 тысяч подписчиков, ребят, спасибо вам большое, хорошо, что мое имя написали без ошибок. Серебряная кнопочка будет пока что стоять здесь, но мы с вами переходим к цветовому пространству LAB. Поехали. Для многих это цветовое пространство остается загадкой. Кто-то на него молится, а кто-то его использует ради галочки. Да даже если вы не любитель фотошопа и юзаете для обработки фотографий исключительно Lightroom, думаете вы не используете LAB, вы ошибаетесь. Многие инструменты используют его напрямую. Ну а если копнуть немножечко поглубже, то когда вы работаете в фотошопе и двигаете различные ползунки в цветовом пространстве RGB либо CMYK, все вычислительные операции происходят через цветовое пространство LAB. Также LAB используется при конвертации цвета из одного цветового пространства в другое. К примеру, когда вы конвертируете RGB в CMYK и наоборот. Зная методы схлопывания цвета в LAB, вы можете воспроизводить различные варианты цвета коррекции, которые недоступны для вас в обычных цветовых пространствах, таких как RGB. Но на самом деле не всегда это и нужно. И я вам дам совет. Но если вы все-таки решили ступить на этот тернистый путь, вам обязательно к прочтению вот эта книга. За годик, думаю, осилите. LAB — это цветовое пространство, однозначно определяющее цвет вне зависимости от устройства, на котором вы воспринимаете контент. Если вы возьмете RGB-пространство, которое используется на мониторах, и отобразите, к примеру, зеленый цвет на двух разных мониторах, цвет может отличаться, хоть и содержать одинаковые значения RGB. В отличие от RGB и ЦМИК, LAB не имеет физической модели, что позволяет определять цвет однозначно. LAB — это аббревиатура трех каналов. Одного яркостного канала и двух цвета разностных. Канал L отвечает за яркость пикселя, а два других канала A и B — это каналы хроматические, они несут в себе информацию исключительно о цвете. Работая с тремя каналами, вы имеете интуитивно понятное разделение фотографии на цвет и свет. Давайте вспомним, как цветная фотография разделяется на составляющие. Основа кадра — это светотеневой рисунок, черно-белый скелет снимка — важнейшая составляющая, которая отлично читается и без цвета. Она самодостаточна. Многие фотографы предпочитают ЧБ только потому, что в отсутствии цвета внимание зрителя акцентируется на более важных вещах, таких как текстура, рельефности и контрасты. Вспомните психологический портрет, документалистику, ню-портреты. В этих жанрах черно-белое повествование воспринимается как должное. С помощью яркостного канала вы можете безопасно для цвета изменять контраст фотографии. К примеру, через корректирующий слой кривые. Как работать с каналом L я уже рассказывал. Посмотрите видео по всплывашке. Там же вы найдете полноценный гайд по работе с кривыми. А вот вторая составляющая — хроматика, цветность. Если вы посмотрите на эту составляющую отдельно от цвета теневого рисунка, то ничего явного вы точно не увидите. Цветная составляющая является всего лишь дополнением к свето-теневому рисунку и никогда не будет главной. Но она тоже важна. Это мощнейший инструмент деформации эмоционального восприятия кадра. Цвет может полностью поменять настроение снимка. Сделать, к примеру, из мрачной улицы яркий солнечный сюжет. И сегодня мы большее внимание уделим цвету. Для многих цветоразностные каналы А и Б покажутся очень сложными и непонятными. Но на самом деле все просто. Когда мы проявляем RAW файлы в лайтруме, мы тянем ползунки температуры и оттенка. Это и есть наши каналы А и Б. Канал А подобен ползунку тинт, вариация от мадженты до зеленого. А канал Б — это не что иное, как ползунок температуры, от холодного к теплому. И если мы возьмем плоскость цвета, наш любимый ХСЛ круг, то каналы А и Б будут друг другу перпендикулярны. Канал А расположен на векторе от зеленого до мадженты, а канал Б ему перпендикулярен. А где же канал Л? Это яркостной канал, который перпендикулярен самой цветовой плоскости. Он пронзает цветовой круг и регулирует его яркость. Так как мы работаем с точными значениями, каждый канал имеет свою величину. Каналы А и Б могут принимать значения от минус 128 до плюс 128 уровней, в сумме 256. Для наглядности мы можем трактовать каждый из каналов в черно-белой интерпретации. Для этого нужно зайти в настройки фотошопа и убрать галочку «Show channels in color». Теперь наши цветоразностные каналы стали черно-белыми, но они по-прежнему не содержат информации о яркости. В них есть только цвет, просто он показывается картой градиента, таким вот черно-белым маркером. В канале А все, что вы видите темным, имеет зеленую составляющую, а все, что становится светлым, содержит мадженту. В канал Б все, что темное, это холодное, то есть синее, а что отображается светлым, уже уходит в теплые желтые оттенки. Давайте на примере вот этой фотографии, анализируя каналы, попробуем догадаться, какого цвета у нас будет боди на модели. Сейчас я отображаю канал Lightness и вижу яркостную составляющую картинки. Боди достаточно светлый, но я не могу сказать, какого он оттенка. Откроем первый цветоразностный канал А. Тут боди стал сильно темным. Темный маркер в канале А соответствует зеленой составляющей, но значит ли это, что наш боди зеленый? Ну, не совсем. Точнее, не полностью. Давайте откроем канал Б. Тут темный маркер соответствует уже синему оттенку. Значит, наш боди стал синий? Ну, на самом деле, также частично. Зная, что боди содержат в себе и синий, и зеленые цвета, можно сделать вывод. Согласно аддитивности, цветосинтеза, объединение двух фундаментальных цветов, таких как синий и зеленый, будет давать нам циан. А так как синего у нас чуточку больше, результат выходит именно голубым, а не изумрудным. Сложно? Да, если вы еще не знаете, как складываются цвета по цветовому кругу HSL. Красный плюс зеленый равно желтый, а если мы, к примеру, мадженту склеим вместе с цианом, то получим синий цвет. Абсолютно все в фотошопе, все ползунки, все инструменты, в том числе и лайтруме, они завязаны на цветовом круге HSL. И, возможно, я запишу ролик исключительно о цветовом круге HSL и его технической магии. Ну, а ты поставь лайк и подпишись на канал, если тебе это интересно. Ну, а мы возвращаемся к лабу. Сейчас мы с вами поверхностно разобрали структуру лаба. Я показал, что из себя представляют каналы. И теперь назревает вопрос, а как этим пользоваться, как ими управлять, как их корректировать. Лично я использую два типа цвета коррекции через лаб. Не повсеместно, разумеется, но в каких-то нетривиальных, возможно, даже экзотических задачах. И первый способ — это управление насыщенностью. В простом и понятном для новичка виде через LAB можно безопасно работать с насыщенностью. Все вы знаете классические ползунки Vibrance и Saturation в Lightroom. И повышение насыщенности через них может выдавать вам некоторое количество артефактов. Либо повышение насыщенности будет неравномерным. Тут-то и приходит на помощь LAB. Работать мы будем через кривые. Открываем канал А. И перед тем, как двигать кривую, давайте проанализируем гистограмму. Она сильно отличается от привычных нам гистограмм, таких как в яркостном канале, к примеру. Здесь все пиксели сконцентрированы преимущественно в центре. Но почему? Вспомним наши цветоразностные каналы. В ЧБ интерпретации они показывали максимально насыщенные цвета в самых черных и самых белых маркерах. Все, что было окрашено серым маркером, имело низкие насыщенности. Наши фотографии не содержат в подавляющем большинстве ультраперенасыщенные цвета. И любой взятый со снимка пиксель практически всегда будет содержать себе все три канала. Что исключает наличие абсолютно черного и абсолютно белого маркера в цветоразностных каналах. Ну а если все пиксели нейтрально насыщены, значит они и будут ютиться в центре нашей гистограммы. Здесь наглядно можно судить о всей могущественности нашего LAB пространства. Ведь даже супер насыщенные на первый взгляд сюжеты не задействуют всего динамического диапазона LAB. Итак, мы знаем, что центральная точка — это нейтраль. Никогда не смещайте нулевую точку бездумно, ведь она отвечает за все насыщенные оттенки. При ее смещении происходит цветовое тонирование. Об этом мы сегодня еще поговорим, но попозже. Давайте для начала просто зафиксируем эти точки сразу в двух каналах. Теперь выполним операцию равномерного повышения насыщенности всех цветов кадра. Для этого нам нужно свести на небольшой процент точки белого и черного во всех каналах. Давайте ограничимся сведением до 100 уровней в канале А, ну и аналогично до 100 уровней в канале Б. Важно понимать, если вы не хотите получить деформацию цвета, искажение оттенков, то эти действия необходимо выполнять строго симметрично в двух каналах А и Б. Готово! Но как это сработало? Если мы откроем цветоразностные каналы и покликаем на до и после, то мы увидим, что наш канал стал просто более контрастным. Элементарное сведение точек черного и белого в кривых позволили нам изменить контрастную, то есть яркостную составляющую хроматических каналов, в которых яркости-то, ребята, и нет. Мозговыносящая штука, согласитесь. Далее мы будем более хитро работать с кривыми, и простые действия я объяснять не буду. Надеюсь, ты уже изучил мой гайд по кривым. Ну а если нет, то лучше посмотри сначала его. Что если я хочу изменить насыщенность локально? Только на холодные тона, не воздействуя на теплые. Вспоминаем каналы. Холодному цвету у нас соответствуют тени в канале Б. Открываем кривые, открываем канал Б. Нам нужно сделать его левую часть, то есть темную, отвечающую за синие цвета, более контрастной. То есть сильнее сместить точку черного. Но как следствие у нас повышается и насыщенность лица, так как кривая имеет свою инертность. Инертность. Технически мы можем поставить блокирующую точку на теплой части кривой и локализовать повышение насыщенности. Внимательный увидит, что без блокирующей точки у нас не только повышается насыщенность лица, но и меняется оттенок. Лицо становится немножечко более желтоватым, так как усиление правой составляющей канала Б желтит картинку. Вывод. С помощью тонкой настройки правых частей каналов А и Б можно регулировать оттенок кожи. По правилам хорошего тона, в скинтоне, содержание каналов А и Б должны быть либо равны, либо канал Б должен превосходить канал А на 10-20%. Если канал А и Б равны, значит вы имеете эталонную розоватую кожу. Делать оттенок более холодным нельзя, иначе вы получите свинку Пеппу. При увеличении составляющей канала Б цвета кожи будут становиться чуть более желтыми. Чтобы локальное повышение насыщенности сделать более простым и понятным, ну и не колхозным вот с этими фиксирующими точками, есть хитрый способ изоляции каждого из секторов А и Б каналов. Давайте вернемся к лизе. Я вновь хочу сделать ее боди более насыщенным. Иду в канал Б и свожу точки черного и белого строго симметрично. Насыщенность повышается. Но вот вопрос, как мне сделать так, чтобы мой корректирующий слой воздействовал только на левую часть гистограммы? Очень просто. Для этого у нас есть внутренний параметр смешивания Blend If. Двойным кликом по корректирующему слою открываем его свойства. Далее выбираем наш изменяемый канал Б и двигаем правый верхний слайдер влево до середины. Готово. Теперь мой корректирующий слой воздействует только на левую часть кривой, ровно до середины. А изменение правой части блокирует параметр Blend If. Назовем этот слой Be Blue. Он у нас будет отвечать только за синие цвета. Аналогичные действия я могу проделать со всеми остальными секторами. Их всего 4. Готово. Мы получили с вами перенасыщенную картинку. Но теперь мы можем спокойно уменьшить насыщенность тела через желтую и маджентовую составляющие. Я просто опущу их прозрачности, ну давайте до 20%. Есть. Получилось очень симпатично. А главное без артефактов перенасыщенных областей и бендингов. Кстати, такое разложение я запилил в экшен, который ты можешь скачать по ссылке в описании. Но в качестве благодарочки я жду от тебя подписку на канал и лайк. Работать напрямую с кривыми в LAB проблематично, так как выполнение этих операций требует их понимания. Методом тыка выполнить цвет коррекцию здесь практически невозможно. Но, конечно же, я вас останавливать от такого эксперимента не буду. Лишь дам небольшой совет. Глобальные тонировки через лап хорошо ложатся на кадры, сделанные в нестандартном освещении. Я вот поработав с неоном, через абсолютное смещение нейтральных точек в цветоразностных каналах смог получить интересные, а главное разные цветовые решения. И что самое забавное, без каких-либо артефактов. Второй способ цвет коррекции в LAB намного более популярен и интересен. Ведь тут мы можем производить глобальные трансформации цвета с получением минималистичных, а где-то даже и сюрреалистичных оттеночных наборов. Лично я называю это схлопыванием оттенков. Если мы посмотрим на изначальный HSL круг, содержащий все цвета нашей фотографии, то мы увидим как минимум 6 фундаментальных цветов. 6 каналов аддитивного и субтрактивного цветовых пространств, RGB и ЦМИ соответственно. Сюда же можно добавить еще два цвета, выделенные создателями софта. Оранжевый и пурпурный. Первый лучше всего соотносится с цветом кожи. И именно поэтому он необходим в программе для более точной локальной цветокоррекции тела. И цвет пурпурный для локализации, к примеру, хроматических аберраций. Итого мы имеем 8 оттенков. Не хочу показаться капитаном очевидностью, но все же я скажу, что наличие в кадре сюжета, содержащего все 8 оттенков, будет не лучшим решением. Как вы уже знаете, фотография раскладывается на две составляющие. Яркость, структура кадра и ее цвет. Если вы возьмете ЧБ снимок, он будет максимально прост. Весь акцент будет падать на контраст. А если кадр будет перенасыщен различными оттенками, то подсознательно зритель будет на них отвлекаться и терять точку внимания с основы кадра, с его сюжета. Чем меньше оттенков, тем более гармоничной будет восприниматься содержание этого кадра. На тему колористики мы также можем поговорить с вами в отдельном видео. Просто маякните мне об этом в комментарии. Ну а сейчас в качестве факультатива запомните одну книжку, мою любимую, Иоганнес Итон. Искусство, 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 Иоганнес Итон, искусство цвета, хрен выговоришь. Но книга к прочтению обязательно. Там прям все очень хорошо рассказано и показано с примерами. Окей, наша задача с вами минимизировать все эти оттенки. И с этим, как ни странно, лучше всего справляется лап. У нас есть фотография в цветовом пространстве RGB и по правилу хорошего тона не стоит ваш рабочий документ сразу конвертировать в лап. Так как если вы уже создали какие-то корректирующие слои, вы просто их рискуете потерять. Все операции в лап лучше выполнять на новой копии, переведенной в смарт-объект. Двойным кликом открываем смарт-объект, он у нас открывается в новом документе, а далее мы конвертируем его в лап через Image, Mode, Lab. Теперь наша фотография разложилась на три канала, один яркостной и два цветоразностных. Цветоразностные каналы представляют собой черно-белый градиент, которым мы можем воспользоваться. Как видите, каналы А и Б у нас отличаются. Но что если они будут одинаковыми? Вот как раз вся магия состоит в дублировании процентных соотношений канала А в Б, ну и наоборот. Давайте активируем канал А. Сочетанием клавиш Command-A выделяем всю информацию с этого канала, клацаем дальше на канал Б и туда вклеиваем всю информацию из канала А. Теперь, как видите, каналы А и Б абсолютно одинаковые, а цвет на нашей фотографии бы-бых и деформировался. Посмотрите на цветовой круг. Вместо восьми отличных оттенков мы получили два комплементарных цвета. Холодный и теплый. Скинтон полностью выровнялся, а трава стала сюрреалистичной. И вот вам ответ, кстати, на вопрос, как многие олды делали такую криповатую траву. Магия, ну или все-таки напряжем мозги, цвет любого пикселя формируется двумя цветоразностными каналами А и Б. Именно их суперпозиции. Когда каналы А и Б не равны, мы можем получить абсолютно любой нужный нам оттенок. Но вот когда мы копируем один канал в другой, мы копируем непосредственно одну координату в другую, выравниваем их. И таким образом наш цвет всегда будет находиться на линии от холодного голубого до тепло-оранжевого. Вот что такое зеленый в лап? Этот цвет из малого процента канала А, тут он у нас черный, и большого процента канала Б, тут он у нас белый. И когда мы копируем черное из канала А в белое канала Б, зеленый трансформируется в совокупность вот этих двух черных составляющих, которые находятся и в А теперь, и в Б канале. А это не что иное, как холодный голубой цвет. Вот такие вот дела. Если не поняли, поставьте это видео сейчас на паузу, сбегайте на кухню, скушайте шоколадку, попейте чаек, вернитесь и пересмотрите эту часть еще раз. Ну, либо прочитайте Маргулиса «Загадку каньона лап». Копировать каналы в лоб – не лучшее решение. Сюрреализм, конечно, интересен, но не всегда. Нам нужны более прикладные решения с большим функционалом. Знакомимся с инструментом Apply Image. Это мультифункциональный копипаст. Он позволяет вам копировать что угодно, куда угодно, и при этом еще используя режимы наложения и маски. Давайте попробуем. Идем в Image – Apply Image. Сверху мы видим источник – то, откуда мы с вами копируем. А снизу цель – то, куда именно мы вставим скопированную информацию. Для начала давайте повторим копирование канала А в Б, выполненное ранее. Как видите, целью нашего копирования является сам документ из трех каналов, а мне нужно копировать именно в канал Б, поэтому надо сейчас нажать на отмену. Далее открыть каналы. Выделяем канал Б. Можете сразу, кстати, отобразить и другие каналы, но только не активируйте их. Выделенным должен остаться только канал Б. Далее уже идем в Image – Apply Image. И, как видите, целью стал необходимый нам канал Б. В источнике мы должны выбрать канал А. И убедитесь, что режим наложения снизу стоит Normal. Вот и все. Наш канал А скопировался в канал Б, подобно копированию каналов в лоб. Преимущество Apply Image в том, что вы можете разделить область деформации цвета через доступные режимы наложения. И у нас есть два варианта. Режим наложения Darken, который деформирует только теплые оттенки, и кошмарит зелень. На практике вы получите абсолютно константный оттенок кожи. Все желтые, красные, розовые пятна станут единым цветом. Этим способом можно пользоваться, если на лице вашей модели гигантское количество красных-желтых пятен. А режим наложения Lighten, наоборот, воздействует на все холодные тона. Это идеальный способ избавиться от синих рефлексов, если вы изначально продолбались с балансом белого. И особенно полезным этот способ будет при работе с кожей, если на теле появляются маджентовые рефлексы. Провернем этот прием на портрете. Фон у нас холодный. И также, если попроцентно проверить скинтон, то можно увидеть большое количество маджентовых оттенков, особенно в цвете губ. Переводим фото в LAB, далее в каналах активируем канал B и через Apply Image вставляем в канал B, канал A. Режим наложения ставим Lighten. Готово! Посмотрите на до, после, до, после. Это небо и земля. При более крупном рассмотрении хорошо видно, как схлопнулись оттенки кожи. Исчезла маджента и синие рефлексы в белках глаз. Фон также стал более нейтральным. И это уже можно отнести к особой фотошопной магии. Если тебе непонятно и интересно, почему мы должны выбирать именно режимы наложения Lighten или Darken, как они работают на техническом уровне, подписывайся на Patreon. Я на одном из стримов это все объяснял и буду объяснять еще не раз. Но мы еще не закончили. Я покажу еще один способ схлопывания оттенков через LAB. Он более щадящий, но в ту же очередь очень функциональный. Открываем фото, выделяем канал B и через Apply Image вставляем в него канал A. А вот режим наложения уже выбираем Add. Добавление. Для нас важны параметры Scale и Offset. Первый поставьте на двойку, это константа. А второй выставляете от минус 10 до плюс 10 в зависимости от необходимого вам настроения баланса белого. Минус 10 даст холодное настроение, а плюс 10 теплое. Если хотите получить максимально нейтральный цвет, выставьте единицу. Есть еще десятки способов различных вариаций копипастов каналов. Использование различных масок, инвертирование каналов и остального. И я предлагаю вам самостоятельно открыть цветовой круг, сидя дома с чашечкой чая, поэкспериментировать с различными наложениями каналов друг на друга. Давайте, кстати, челлендж. Я накрутил очень классный экшен через LAB, схлопывание оттенков, который назвал Kill Green Action. И вот если вы сможете повторить его структуру через LAB, то с меня упоминание в следующем видео у вас как LAB-гуру фотографа. Влады? На самом деле это нелегко, и мне в свое время пришлось с ним повозиться не один час. Преимущество LAB-сжатия в том, что схлопывание оттенков всегда будет происходить без появления артефактов. Насыщенности будут плавными и никаких бендингов и пастеризации вы не увидите. Что, кстати, может произойти при работе с простыми инструментами в RGB цветовом пространстве? На самом деле в RGB кривые, Selective Color, Color Balance, да все инструменты будут иметь свои недостатки. Ну кроме лапы. Лапы, лапы, божественные. Поэтому лап остается уникальным цветовым пространством с мощнейшим движком цветокоррекции. Пользоваться которым я, конечно же, не буду. Если после просмотра этого видео ты бросишься использовать LAB-цветовое пространство на всех своих фотографиях, это не будет круто. Современная фотография не стоит на месте. Технический прогресс улетел далеко дальше лап цветового пространства. И вы можете сейчас делать на привычные фотоаппараты кадры практически в полной темноте. Лет 10 назад никто даже представить не мог, что можно будет снимать на ISO 3200, не получив тонны цветного шума. У меня был Canon 40D, и он даже на ISO 100 дико шумел. Сейчас любая абсолютно сонька со светосильным объективом позволяет вам делать даже вот реально в темноте кадры чистые по цвету в стоке. И этот чистый цвет, деформируемый встроенными профилями камеры, он нам развязывает руки. Нам уже не обязательно лапить, нам не обязательно придумывать какие-то сложные маски, корректирующие кривые и так далее. Можно обойтись в обработке несколькими слоями, правильно проявить картинку, ну разумеется, конечно же, при съемке правильно поставить цвет, правильно ее проэкспонировать и правильно выставить баланс белого. И вы получите потрясающий, отличный чистый цвет. Сейчас все мое творчество завязано на реалистичных цветах, и я практически полностью избавился от использования L.A.B. цветового пространства. За исключением редких случаев, когда такие цветовые манипуляции, такие цветовые схлопывания, они, ну, необходимы сюжетам. И мне на самом деле это дико нравится. Ну, а я надеюсь, что это видео понравилось тебе. Ну и спасибо за просмотр, увидимся в следующих видео, пока.